Итак, тема нашего сочинения, как я провел это лето. Ты с ума сошел? Зачем ты это в школу принес? Говорила же тебе, чокнутый какой-то. Юлия Викторовна, что случилось? У вас как будто кто-то умер. Да, наверное. Это вообще супер новость. Ты не представляешь, у нас столько всего произошло, мы весь год будем тебе рассказывать. Да, ребят, я так по вам всем скучал. В Нью-Йорке, конечно, классная школа, но наша лучше. Слушай, а правда, что в американской школе в восьмом классе учат только, как устроен велосипед? Ага, Полин. А еще мальчиков заставляют ходить в юбках. Ну а что, просто так говорят. Ник, знакомься, это Данила. Он у нас новенький. Ну, как уже новенький? Старенький. Приятно познакомиться. А Лена еще не пришла? Ой-ой-ой, плодный Ромео ищет свою Джульетту. А что, ее еще не было? Да не слушай ты ее. Придет твоя Лена. Может, в пробку попала. Ладно, подождем. Никита, как ты вырос. А мне зауч сообщила, что ты возвращаешься. Я сразу в класс прибежала. Здравствуйте, Юлия Викторовна. Я по вам тоже скучал. О, ну спасибо. Это большой аванс от тебя. А вы не знаете, почему Лена еще не пришла? Я, конечно, должна интересоваться жизнью своих учеников, но ежеминутный контроль в мои обязанности не входит. Она, наверное, опаздывает. Ну, хотя это на нее не похоже. А вот что, в Америке ватсап отменили? Вот именно. Ты почему не в курсе, где Лена? Да, тут такое дело. Мы с ней летом немного поссорились и теперь не общаемся. Хотела я ей сделать сюрприз, но, видимо, не вышла. Ну уж нет. Чужие букеты я не беру. Прибереги. Лена наверняка еще появится в школе. Так, ребята, рассаживайтесь. Начнем урок. Ребята, во-первых, я вас всех поздравляю с новым учебным годом, а во-вторых, я знаю, что вы все хорошо отдохнули, поэтому давайте настроимся на серьезную работу. Сегодня, в первый день школьного года, мы будем писать с вами сочинения. Еще не хватало. Юлия Викторовна, зачем вы детям портите праздник? Мне кажется, вы на каникулах хорошо напраздновались, наотдыхались, поэтому время приняться за работу. А какая тема сочинения-то? Молодец, Семен. Вот это конструктивный подход. Итак, тема нашего сочинения – «Как я провел это лето». Оригинальный, конечно. А сколько страниц нужно написать? Я вас в этом не ограничиваю. Пишите, сколько влезет. Ладно, вы начинайте, а я на минуточку. Хватит мне названивать. Я тебе уже все сказала. Иди к своей фитнес-тренерше. Я не буду с ней конкурировать. Я читаю Шекспира в оригинале. Я знаю наизусть Лойда Вебера. А если ты не хочешь расти, то беги, конечно, к ней. Ари-Видерчи. Чё-чё. Копчё. А я знаю, что я напишу в своем сочинении. Да мы тоже все прекрасно знаем, что ты напишешь. Ты напишешь о ярких впечатлениях, о массаже ног от Валентины. А я тоже знаю, о чем напишу. О своей милой бабушке. Да, и они тоже. Ну уж нет, про бабушку напишу я. А ты, Никита, про леду будешь писать? А что мне писать про человека, который даже на 1 сентября может опоздать? Ой, какие мы обидчивы стали после Америки. Я думал, ей сейчас приз сделать. Вот, цветы купил, чтобы ссору загладить. Она ведь теперь опаздывает. А из-за чего мы поссорились? Из-за того видео от Полины, что ли? Да, именно с этого видео всё и началось, дорогая Полина. Влад, ты чего здесь делаешь? Почему ты не на уроке? Понятно. Опять что-то случилось? Юлия Викторовна, одолжите мне денег немного. Пару тысяч. Интересно, год начинается. И зачем тебе деньги? Нужно. Влад, я не могу тебе дать денег, не зная, на что они пойдут. А вдруг на наркотики или сигареты? Ну я что, похож на наркомана? Ну, на наркомана нет, но история с игровыми автоматами у тебя была в прошлом году. Смотрите. Ты с ума сошёл? Зачем ты это в школу принёс? Ну купите, Юлия Викторовна. В своём уме? Убери это немедленно. Хорошо, год начинается. Я в шоке от того, насколько люди могут быть приставучими. Она меня замучила своим массажем. Вечно хотела мне ногу массировать. Хотя нога у меня уже давно не болела. А потом она нашла другую мою болевую точку. Сок. Когда я ей говорил, что не хочу общаться с ней, она резко переводила тему и говорила, а пойдём сок попьём. Всегда, когда я слышу слово сок, у меня сразу темнеет в глазах. И я как мышь на сыр бегу. И пью этот злосчастный сок. И забываю все обиды. У меня даже аллергия уже на него высыпала. В определённых местах. Она то гналась за ребятами, то какое-то зелье давала выпить Егору. Потом смеялась так громко и страшно, как в фильмах ужасов. Ха-ха-ха-ха. А один раз даже испекла пирог с капустой. А он оказался отравленным. А потом оказалось, что я ударилась головой, когда полезла за этими чёртовыми фруктами. И проспала часа два. И весь этот ужас мне приснился. Правда, я с тех пор на бабушку стала странно смотреть. Мне кажется, что она действительно колдует. А потом она сказала, ты знаешь, любовь на расстоянии, это как-то странно. Это всё равно, чтобы бывать на Мадибах по интернету. Конечно, в Нью-Йорке было много красивых девочек. Одна из них Джессика. Даже стала заигрывать со мной. Но я ей твёрдо сказал, No, my dear, I have a girlfriend in Russia. You have no chance. И она отстала от меня. Мы с ней остались друзьями, ходили вместе на вечеринки. Алине кто-то взял и слил нашу фотку с Джессикой. Но разве это причина, чтобы переставать общаться? Она заблокировала меня в WhatsApp, а 1 сентября даже не явилась в школу. А ведь я ей привёз большой стеклянный шар из Манхэттена и букет дурацких цветов. Я ждала этого лета с того самого дня, как в нашем классе появился Данил. Сначала он показался мне очень симпатичным, но потом он повёл себя достаточно странно. Когда мы были в спортивном лагере, Данил был холоден ко мне. И даже когда я уезжала раньше времени из лагеря, так скупо со мной попрощался. А когда я с сумками уходила, он мало того, что мою сумку не донёс, он ещё и взял и закрыл за мной ворота, как будто я просто мимо проходила, развернулся и ушёл. Поэтому я его послала по телефону куда подальше. Правда, потом пожалела об этом, но было уже поздно. Кажется, он влюбился в Машу. Но я точно не уверена. Короче, что будет в новом году в школе, я даже представить не могу. Что это она прячет? Ну, не знаю, может, фотку Толика решила поставить на рабочий стол. Ага, ты с ума сошла? Ну, бывает. Ну, ладно, фотку мужа или детей. Ну, фотку Толика. Моё лето прошло хорошо. Сначала мы были в спортивном лагере, а после поехали в загородный дом к бабушке Дианы. Событий было так много, и все они очень хорошие. Например, в лагере наша команда выиграла очень важный матч по регби. А у Дианкиной бабушки мы до отвала ели пирожки и купались в бассейне. А еще ходили в лес. И однажды даже чуть не заблудились. Но Данил нас всех спас и вывел в деревню. Он молодец. Юлия Викторовна, я знаю, вы будете это читать. Поэтому я обращаюсь к вам. Егор за лето очень сильно изменился. Его стали интересовать футбол и политические программы по телевизору. А на любовь он забил. Я ему и улыбаюсь, и обниму. А он не смотрит. Променял прогулки со мной на футбол с Владом. Считаю, что вы можете на него повлиять. Нет, не так. Требую повлиять на Егора. Поговорить с ним, чтобы он немедленно прекратил общаться с Владом. И стал, как и прежде, общаться со мной. Уважаемая Юлия Викторовна. Я знаю, вы будете читать это. Поэтому я обращаюсь к вам. Луиза сильно давит на меня. Не дает мне общаться с друзьями, поиграть в футбол. И даже посмотреть телевизор. Я не могу все время сидеть с ней и заглядывать ей в рот. А она хочет именно этого. Ей наплевать на мои личные дела. А когда я занимаюсь ими, то устраивает скандалы. И требует, чтобы я разбил телевизор. Считаю, что вы можете на нее повлиять. Нет, не так. Требую повлиять на Луизу. И обсудить с ней наши отношения. Вы, как женщина, должны меня понять. И освободить от Луизкиного давления на ученика. Гражданина Российской Федерации Егора Лукьянова. Иначе я обращусь в суд. Спасибо. До свидания. Юлия Викторовна, а если я никак не провел лето, что мне писать? Что значит «никак»? Ну, никаких событий не произошло. Говорила же тебе, чокнутый какой-то. Данил, даже если человек провел все лето дома, ему все равно есть о чем рассказать. Ведь сочинение – это полет мыслей и фантазий. Так, ладно, ребята, сдавайте ваши работы. Очень интересно почитать, как вы провели летние денечки. Ребята, мне кажется, мы с вами должны отметить наше возвращение в школу и возвращение Никиты. Мне Юлия Викторовна немного помогла, и я смог купить этот классный торт. Ну как? Ой, Влад, как ты круто придумал. Ребята, пойдемте. Юлия Викторовна, а у вас остались приборы с прошлого года? Да-да, есть. А, нет, простите, нет приборов. Юлия Викторовна, что случилось? У вас как будто кто-то умер. Да, наверное. Наверное, мое сочинение было бы мокрым от слез. Юлия Викторовна, не расстраивайтесь, может, он еще вернется. Кто? Данил, иди сходи за приборами. Кажется, за лето ты нисколько не поумнел. Тут не поумнел. Ну как? Лето ты сходи за приборами. Ту-ту-ту. Ту-ту. Ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту. 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 Тух. Продолжение следует...